Мы приехали в город Томар. На улице идёт дождь, поэтому я поздно начал снимать. Мы уже внутри дворца тамплиеров. Вот так выглядит. Это бывший замок тамплиеров. Сейчас зайдём внутрь. Их можно охранять на работу. Потому что, да, алкогольские подорожки делают. У вас, если я не знаю, это законодательство, может сделать это случаться? Один-то из самых крупных насыщенных. Их подорожки могли подразумевать. И чтобы это не случилось, они расставляли вас в институте. Здесь встречаются. Но в институте, они давали в институте. Основные институты, они получают ванную институте. Их получают ванную институте. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так выглядит замок снаружи, а мы находимся внутри Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Этот замок находится в самом центре страны Если посмотрите на карту Португалии И поставите точку в самом центре страны, то это как раз здесь Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Нам не прошло за длочardı Добавил DimaTorzok Очень важный, символический. И это Мануэл, который поделил весь мир, а Мануэл вынужден согласиться на то, что он должен знать евреев, покрестить, он сказал, ну мы не будем проверять, кто верит, кто не верит, вложите в церковь, ходите. И он не у меня, он сейчас найдется. И это работа организована, одного из мастеров. Мастеров, встроивших монастырь Иеронимит. То есть самую богатую часть кулинингированного сфорда. Шалом. Да, все, всем привет. И мы с вами входим в это самое главное место. То есть основные палати все-таки этого мастеря, это Питаль. Одна прорезка на каждые уже существующих стенах, вот этой круглой церкви, оконной, там приерской церкви, дополнительно с росписями, уже маслом. Одна прорезка на каждые уже существующих стенах, вот эта часть, это была церковь, принадлежащая церковь, и затем она многократно дополнительно с росписями, для того, чтобы узнать богатый, и, конечно, самое главное, это благотформирование палатной церкви, Примляне. Это самое лучшее, что получилось сделать в Португалии у зятя, у зятя Жуан Каштильо. А то, что здесь больше всего удивляет, почему? Вот это просто парировка. Видите, у нас церковь, она не только внутривизна, она сам и еще богаче. Вот здесь видите какие ракушечки, ракушечки, химпанаты, кубитые в рублярных сферах, королевских гермах. И это просто фразальная, просто архитическая реставра. Ну и вообще, люди обижены на акциях, здесь все взяло с парадизмом, так что мы не будем видеть вот этой красоты. Красота, это вот эти квадраты, пирогольники, обмазы и возрождение. Идут реставрационные работы. А снизу уже, когда ты стоишь из нижней части, видно все величие. А вот сейчас мы с вами выходим на эту небольшую площадку. Здесь будьте очень осторожны и внимательны. И мы с вами здесь видим, смеморировали каждую черточку, видим каждую деталь. Раньше мы вслепую представляли себе, что это, нам по книжкам разбирали. Внутренний дворик, который вы видели сверху, а теперь я спустился вниз. Здесь разные сооружения. Во всем городу. Вы идите и можете посмотреть на окно. Так, тут после дождя немножко скобиско, поэтому я уже уеду отсюда. Здесь, видимо, была столовая. И тут всякие горшки, посуда. Там. Там, например, но нет. Какой Здесь была кухня, видимо. Здесь у нас уже внутренний двор, который не совсем внутренний. Очень часто бывало, что приезжают в москвы какие-то представители Сократии, то есть члены королевской семьи, это особенно было важно. Например, перед военными какими-то действиями нужно было помолеть. А это город Томар, взгляд со стороны замка, вот. Я около замка стою, если это можно назвать замком. Это монастырь скорее, который сейчас превращен в музей. И вот сейчас мы должны поехать в сам город, чтобы обедать. И я вам покажу, если будет возможность, покажу вам город. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...